У нас будет Андрей Владимирович Лебедев, мы только что пишем статью про Лебедеву, Фиане, девки у меня в голове, 150 лет Лебедеву, чтобы кто не знает, как раз в этом году 150 лет, он годился 8 марта, и у нас уходит статья про Суфьяна Евгеньевна. Ну и вот, приятный салфейн, пришел в Аркадем, 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 в Седминском губернии. Пожалуйста. Большое спасибо. Наверное, свет вместе с собой, да? Давайте подключайтесь. Как там? Кто у нас смотрящий? Жанна, кто у нас смотрящий, да? Мы с этим мешаем? Да. Ну я планирую рассказать, ну сам я теоретик, но вот мы удивительным образом сделали совместный эксперимент, где вот наша теория, она переменена на практику. Поэтому большая часть доклада, она будет экспериментальная, и теория будет чуть-чуть. Но, я вам... И сделано это, ну, совместно с салфейн-ребёски в Финляндии, оттуда вот там сидит наш человек аспирант Сергей Данилин, который делает образцы, ну и вообще, как бы знает, как чего делать. И вот здесь, да, и я взвлеком с Сухорином Параноу, тоже из Финляндии, он глава вот этой лаборатории, и с Джанни Блаттером, это вот мой начальник. Пожалуйста, если по ходу будут вопросы, вы их задавайте сразу, поскольку, ну, по моим обстоятельствам, потому что я могу чего-то не сказать, вот, ну и чтобы оно не висело. Ну вот, о чём пойдёт речь? Ну, очень кратко. Вот метрология, то, что мы конкретно будем обсуждать сегодня, вот представьте, вы измеряете какую-то величину Х, ну и вот её относительная погрешность, возникает вопрос, а как нам быстро и как можно более точно измерить заданную величину? Ну вот, в классике, когда вот если мы не будем ничего придумывать и не используем какие-нибудь квантовые эффекты, то, ну, как следует из центральной предельной теоремы, у вас вот эта величина уменьшается с количеством измерений, как правило, единица на корень из n. Ну, и вот тоже самое можно перевести во время и сказать, что если мы будем очень долго измерять, усреднять величину Х, то относительная погрешность в ситуации будет уменьшаться, как корень, обратный корень из времени. Ну, значит, если вы одну как раз, не измеряете одну и ту же величину, и каждое измерение, оно сошедшее, да? Да. Да. И дальше вы усредняете, ну, независимый предполагает, что, конечно, да, действительно независимый шум, который между лунами коррелирует. Да. На самом деле, даже если он не коррелирует, там не сильно страшно, тоже будет то же самое. Вот, квантовая механика, она дает вот такую замечательную штуку, что если использовать эффекты когерентности квантовых систем, то вот эта вот точность, она может скрелиться как единица на обратное число измерений, либо обратное время измерений. Что называется гейзенберговским пределом. И вот некая цель, это вот достичь, ну, такая первая цель, достичь вот, ну, вот более-менее вот такого скрелинга, точности измеряемого количества. В принципе, если изначально использовать более сложные квантовые эффекты, как вот, ну, приготовлять нашу систему квантовую, которая измеряет вот эту величину х, наблюдается, да, там, в замутном состоянии, то этот скрелинг может даже и улучшить. То есть там может появиться некая степень. Но мы там, вот, в тем более, что в докладе не будем обсуждать всякую запутанность и вещи с этим связанные. Мы будем использовать, в общем-то, минималистическую систему. То есть один-единственный кубит, который имеет конечное время коферентности. И вот мы посмотрим, что с точки зрения теории, что с точки зрения практики можно сделать конкретно. План доклада следующий. Я буквально быстро расскажу про рамки интерфериметрии, о том, что в общем случае измерение, ну, рамки интерфериметрии позволяет измерить характеристическую функцию случайного процесса, который там управляет помедлением величины х. Что за личность, я скажу конкретно. Далее я обсужу два известных алгоритма оценки фазы. Китаева и алгоритм Фурье. Для идеальной ситуации, когда у нас имеется идеальный кубит, с бесконечным временем когерентности, у нас имеется идеальное измерение. Ну, а потом все то же самое я обсужу уже на эксперименте. Ну, вот давайте начнем с короткого поведения, что такое рамки интерфериметрия. Представьте, что у вас имеется один кубит, который изначально, вот эта сфера много, и он изначально приготовлен в нулевом состоянии. То есть это соответствует тому, что стрелочка, вот этот спин указывает на северном поле сферы плохо. Рамки интерфериметрия состоят в следующем. Что сначала вы выводите вот этот спин из вертикального положения в эвакуиториальную плоску. Для этого вы подаете бипополамный пульс, который вокруг оси Х, который вот поворачивает этот спин на оси Х. И вот такой у вас состоит образец. То есть это позиция двух состояний, нулевого и ортогонального глиничного. После этого происходит процесс набора фазы. То есть наша задача измерить некую фазу, которую мы не знаем. Мы не знаем явный вид вот этого файла. То есть у нас есть нам дана некая унитарная операция. И в этом процессе набора фазы у вас спин начинает вращаться в реальную плоскость. То есть он поворачивается на небо уголки. После этого, в конце этого процесса, прикладывается второй пульс пополам вдоль оси Х. И спин выводится из экваториальной плоскости. Ну вот внизу подписана соответствующая эволюция состояний. Важно, что на конечном этапе, в идеальной ситуации, у вас вероятность найти спин в состоянии 0 или по 1, она зависит в явном виде от этой фазы, которую вы не знаете. Ну вот такая вот известная формула для... Так, важно, что если бы не было тут фазы, представьте, что фаза была бы 0, то что бы произошло? Вы бы последовательно приложили бы два пипополамых пульса и на самом деле перевели бы состояние 0 детерминированного в состояние 1. Если бы не было вот этого поворота. Ну, соответственно, вот вся эта ситуация описывает вот эту простую формула, что у вас вероятность найти, в конце концов, спин в состоянии 1 будет вот даваться, будет зависеть от фазы и даваться для этого формула. Ну, а как это можно использовать и для чего? Ну, вот это, конечно же, используется многократно, мы все-таки будем иметь в виду некую электронную систему. И вот типичный и... да и не типичный, да, одна ведь сильно ранее рассмотренная задача была вот так вот. Представьте себе, что у вас есть квантовый точечный контакт. Ну, то есть это просто-напросто два электронных резервуара, которые соединены баллистическим контактом. Вы прикладываете напряжение, и у вас происходит электрический ток, который, ну, если напряжение приложили сюда вниз, да, то ток счет снизу вверх. Вот. Ну, это процесс два, говорим. И, конечно же, электроны могут рассеиваться вперед-назад, то есть помимо, собственно, тока будут еще и фруктуации тока. Ну, вот представьте, вы хотите измерить такую вещь. А сколько у вас вот за конечное время перетепло электронов отсюда сюда? Это вот задача, которая может быть решена при помощи кубита, и именно при помощи рамочной метроферметрии. Вот смотрите, если у вас течет ток, то он, естественно, создает магнитное поле, которое вот вращается вдоль управления тока. Ну, и на каком-то расстоянии, представьте, у вас помещен кубит. Вот эта вот сфера плохо, то есть не сфера, а это вот реальная плоскость сферы плохо, да? И вы вот первым гиппополам импульсом выберите кубит в эту плоскость. Дальше у вас за конечное время перетекают электроны. И вот если между ними подобрать вот такой гоменеан взаимодействия, то есть ток на матрице-пауэле нашего кубита, то это будет соответствовать тому, что пролет одного электрона снизу вот вверх повернет наш спин в сфере плохо на угол лямбда. Лямбда – это безразмерная константа взаимодействия. Соответственно, если протечет N частиц, то у вас вот этот спин повернется на N раз больше. Ну и конечная вероятность, что после того, как вы сделали второй гиппополам пульс рамзи-интерферметрии, у вас будет даваться вот эта вот формула, которую мы писали ранее. Но что тут важно понимать? Вот, и для нас это будет важно в дальнейшем. Вот смотрите, поскольку переток заряда в этой системе сам по себе тоже случайный процесс, то на самом деле, если мы будем повторять этот эксперимент, то есть каждый раз за конечное время пропускать сколько-то частиц, делать рамзи-интерферметрию, и измерять числа отсчета у нас спин в итоге оказался в состоянии 0 или в состоянии 1, то у нас от эксперимента к эксперименту вот это число гамм будет разным. Поэтому на самом деле в эксперименте вы будете, конечно, видеть не вот эту величину, а ее надо усреднить по соответствующему случайному процессу. Ну вот я тут произвожу это усреднение, то есть вы берете вот эту вероятность при заданном количестве частиц, усредняете по вероятностям того, сколько электронов может перетечь слева направо. Вот эти дискретные вероятности, это описывает, так называемая, full counting статистика, полная статистика переноса заряда. Ну если вы усредните, то вот, собственно, что получится. Что вероятность найти наш спин в состоянии 1, то есть тут он бы был повернут, вот спасибо, она выражается через характеристическую функцию случайного процесса, вот здесь она определенная, который соответствует перетоку заряда. Характеристическая функция это просто в данном случае дискретное прообразование фурьера. И эта характеристическая функция зависит от безразмерной константы связи. Ну вот о чем говорит этот результат, что если делать рамзистерферметрию в таком идеальном эксперименте, то мы по факту измерили эмпирические вероятности нахождения спина или кубита в состоянии 1 или 0, на самом деле получат некоторую информацию о, в данном случае, действительной части характеристической функции случайного процесса. Да? Почему вот, можно же, как сказал, подключить электрометр, как его в койкон, как-то забудете, вы измерите протекший заряд, то есть вы не будете, не тогда случайный процесс, вы будете знать, сколько у вас электронов протекло. Зачем вот, если бы, усважнять жизнь и не измерять этот заряд? Ну, во-первых, мы измерим средний заряд, так ведь. Нет, тут число-чисто нет, его можно как бы замерить. Но оно же само случайно, каждый раз. Вы не знаете, сколько у вас вот в данный момент, вы как-то хотите сделать сейчас этот эксперимент, да? Вы не знаете, что у вас будет, вот, сколько зарядок или еще. Спасибо. Раз я все понял, можно же подключить электрон, так посмотреть на него. Ну, что, по-моему, в порядке, надо же не одно измерение, а целую серию планировать. Да, но вы... Одним измерением может быть. Верхность. Заряд, вы можете, вероятно, чтобы найти получение состояния 1. Одним измерением не обнаружится. Необходимо знать сразу. Для каждого дебютера вы своё. Пожалуйста, да, но вы будете его знать. В каждом конкретном эксперименте будете знать n. Ну, в каждом конкретном прогоне ты будешь знать n, которое выпало сейчас. Грубо говоря, вообще можно поставить задачу так. Запускаем один электрон. Он протонулирует или не протонулирует? И ты каждый раз узнаешь, протонулировал электрон или не протонулировал. Если тебе это важно в данный момент, протонулировал электрон или не протонулировал, то так надо и сделать. Но если ты от этого хочешь процесс узнать среднее, корреляторы, или еще что-то, то тогда так не выйдет. Нет, я понимаю, мы как бы закрываем глаза, что-то протекает, мы это не измеряем, сколько там протекло, а смотрим, что получился. Мы не возгущаем систему, она живет сама по себе, квадратный образ, это вообще минимально возгущающая... Лист инвазив эксперимент. Вот даже что вы так скажете. Хорошо. Да, можно решать другую задачу каунтинга этих электронов в каждом конкретном эксперименте. Так это сделать нельзя. Если процесс переноса заряда квантовый сам по себе, и мы не хотим действительно возмущать систему, то это более... Ну так, если быстро, потребуется несколько таких вот кубитов, надо правильным образом настроить вот это вот для каждого кубита параметра взаимодействия лямбры, тогда можно сделать квантовый каунт. Но эту задачу я обсуждать не буду, поскольку она требует несколько кубитов. И вот, да, правильно, что вот это измерение, с чем-то оно хорошо, оно никак не возмущает систему, ну, минимально, не оно возмущает, но минимально. База сбивает, но оно не меняет вероятность. Бывает один раз. Да. И все. Ну, да, вот ребенок пролетел, он набрал. То есть одно измерение вместо долагаемых миллионов. А как? Не-не-не, вероятность. Нет, вероятность, чтобы на вас есть вероятность. Нам повторили этот эксперимент много раз. Не-не-не, это не одно измерение. Как я. Конечно. Ну, смотрите, чтобы вам оценить вот эту вероятность. Посмотрите, вот вы раз сделали этот эксперимент на то, что это не делается, у вас спина оказалась внизу. В состоянии один, да? Да. Хорошо, вы записали. Встретили второй раз. А спина у вас оказалась в состоянии вверху. А вы не видите спин вверху. Вы не измеряете, когда смотришь? Вы не измеряете, кто расцистет? Не важно. Важно, что состояние спин измеряется. Это губит. Это губит. Ну, губит не важно. Важно, что состояние спины и убит, измеряется не на аналог. Не ток? Не, не ток. Ток мы не измеряем. Ток себе течет и течет. Ток-то, конечно, можно измерить на практике средний. Даже шум можно помять. А вот тут речь о том, что, представьте, вы хотите измерить там третий, там четвертый. Вообще статистику этого тока. Это уже задача так ого-го. Можно сначала вопрос. Когда вы измеряете вот этот кубик, то вы считаете, что у вас по числу протекших электронов супероблат, потому что нет суперпозиции состояния, вот там два электрона, три электрона. Считываете или считаете, рефлюцируете? Сейчас интересный вопрос. Ну, в принципе, вообще-то никак не ограничено, какое состояние вы посылаете на квантовый точечный контакт. В принципе, оно может быть и запутанным. То есть любая точность? На самом деле у вас, конечно же, может быть суперпозиция этого. Убита с каким-то и состоянием электронов. Когда вы измерите, конечно, вы спроецируете. Так, ну давайте... Перед каждым измерением вы заново готовите. Да, да. Каждый раз вы приготовляете спинки пополам, вращаете в конечное время и снова измеряете. И контакт этот тоже? Нет, контакт в самом деле живет. Ну, это теоретическая вещь. Мы не собираемся вот так вот делать. Как мы делаем, я покажу. Давайте я скажу некую теорию, которую я сразу к эксперименту перейду, мы это немножко потеряем с нами. Ну, значит, вот этот результат, что у нас вероятность найти спин, кубит в состоянии 1, зависит от характеристической функции случайного процесса, он на самом деле чуть более общий, чем то, что я показал вот на вот этом вот теоретическом примере. Представьте, что у нас, собственно, помимо электронов, есть куча других случайных процессов, которые не коррелированы друг с другом. Поэтому в действительности вот эта характеристическая функция полного процесса, она будет, ну, являться, если эти процессы там друг друга ничего не знают, она будет являться произведением характеристических функций соответствующих процессов. То есть у нас есть характеристическая функция сигнала, то есть, собственно, толка, которая протекает через точечный контакт, и есть характеристические функции неких шумов, которые мы не контролируем, природа которых, может быть, даже не всегда ясна, и которые друг про друга ничего не знают. Поэтому, на самом деле, если делать этот эксперимент на практике, то, что вы понимаете не только характеристическую функцию вашего сигнала, а характеристическую функцию вообще всех шумов, которые там присутствуют. Ну, вот, например, для квантовоточечного контакта одноконального вот характеристическая функция известна при конечном напряжении. Вот у вас есть прозрачность этого контакта, ну, и есть напряжение, есть конечное время, за которое вы и делаете рамзимптор-ферметрию. Вот будет вот такой результат. Если у вас был ток, который течет через контакт, он бы вообще никак не фруктуировал, ну, характеристическая функция сигнала была бы просто экспонентной. А вот если у вас, помимо всего прочего, есть шум, то его характеристическая функция будет просто экспонентная такая вот, которая, что важно, затухает со временем. Со временем набор фаз. Ну, поэтому в практической ситуации, ну, как правило, люди вот этим вот и ограничиваются, и говорят, что у нас, ну, практически рамзимптор-ферметрия есть, просто источник шума, и весь этот шум садится на затухающую экипоненту вот видности инфрекционной картины, то есть вот этой вероятности. То есть чем дольше вы измеряете, тем меньше у вас амплитуда той части, которая зависит от сигнала. Ну, а если у вас ток будет слабо флуктуирующим, то у вас тут появится косинус, и будут вот такие флуктуации со временем, в зависимости от величины тока и константы взаимодействия. Люди, а у вас в первом встрече квантового контакта, там какой-то шум уже учтет? Ну, там шум есть просто сам, поскольку переносы заряда квантовый сам по себе, он сам по себе шумит. А есть еще шум, связанный, ну, на практике, там у вас может быть фононы, там ино-плазмоны, там рассеивается и все, теряет энергию. Тут вот шум связан с дискретностью? Ну, тут конкретно, да, вот первый, это шум связан с дискретностью, а этот шум, ну, просто он его аналогично положит. Ну, вот давайте я перейду, собственно, к процедуре оценки фазы при помощи обратного преобразования флиги. Вот эти вот картинки у нас будут появляться в докладе достаточно часто, поэтому давайте вот подробно разберем. Ну, вот смотрите, вот у вас вероятность найти ваш флукитерис культ состояния 1. Если у вас нету никаких шумов, то у вас просто косинус. Он определяется временем. Ну, и представьте, что у вас, вы хотите измерить величину тока. Давайте вот просто, чтобы понять, предположим, что у нас значение тока может принимать от n только 8 дискретных величин, которые перестантно отстают друг от друга на некоторых дельтерий. То есть вот есть дельтерий и 8 дельтерий, ну и так далее, по единице до 8. Вот только их вот этот вот ток может принимать. Ну, мы же можем с руками, да, включать. Ну, на практике у нас, конечно, ток не приятно, но если да, если мы можем его контролировать... Да, ну представьте, что это не только 8 значений, да? Да, ну представьте, вот просто, ну и другой. Слушайте, я просто хочу объяснить на дискретном случае это понятнее. Вот. Ну, смотрите, тогда наша задача сводится по факту найти, какой индекс n в реальности от единицы до 8 у нас реализован. Вот число n можно представить в бинарном представлении, да, при помощи трех гитров. Вот это вот двоичная запись числа n. Соответственно, нам надо найти каждый вид b0, b1 и b2. Вот самый младший вид, это который вот просто определяет точь и четкость, и самый страшный вид, который вот это вот, ну, самый большой вид. Вот теперь давайте посмотрим на кривые вероятности. Вот тут картинка пошла. Вот, на самом деле тут вот это просто формула. Вот по вертикальной оси у вас вероятность, вероятность в состоянии 1 будет, вот, а по горизонтальной оси просто время. В течение которого вы набираете базу. То есть время рамзи интерферметрии, рамзи delay time. И вот я тут нарисовал все эти восемь кривых. Ну вот они начинают каждый по-своему осцелировать, поскольку для каждого разное значение тока. И давайте я вот эти вот кривые обозначу красным цветом. кривые с нечетным индексом N, а синим цветом кривые с четным индексом N. Тогда вот какая замечательная штука в идеальной ситуации наблюдается. у вас при вот таком определенном времени набора фазы, все кривые с четным индексом N, они концентрируются возле вероятности 1, а все кривые с нечетным индексом N концентрируются в одной точке, сходятся, вероятности равны нулю. Поэтому, если вы сделали ваш рамзи эксперимент и измерили состояние результирующих у бита вот при этом времени, то вы однозначно без всяких квантовых ситуаций получите значение того, у вас четное, четный индекс R или нечетный индекс R. Это будет соответствовать тому, что вы измерили самый младший бит вот в двоичном представлении числа R. Извините, может там еще плюс один? Да, это правильно, да. Извиняюсь, это я... Ну, правильно было тут рассчитывать от нуля до синии, на самом деле. Тут надо объяснять, что 0 это тоже четное число. Да, это сложно. Да, обычно люди удивляются. Да, ну вот смотрите, вот собственно в этом вся суть метрологии с преобразованием фурии. Почему фурии? Я вот потом скажу по слову. Давайте вот примем, что это фурия. А что, собственно, делать дальше? Как нам измерить оставшиеся два бита? Ну вот, значит, на первом шагу мы измерили эту предыдущую картинку. Ну вот, смотрите, что произойдет, если у нас реализовалась альтернатива. На первом шаге мы измерили состояние бита B0, младшего бита, равную нулю. Вот тогда все вот эти кривые сконцентрированы вверх. Все красные кривые мы отсюда выкидываем. Остается только четыре кривые. Вот они тут только пересекаются. Ну и дальше мы, собственно, повторяем эту процедуру. Мы теперь переобозначаем из этих оставших четырех кривых тоже синим цветом не черный, а зеленым или салантовым черный. Ну и дальше наблюдается замечательный факт, что теперь при времени ровно в два раза меньше, которое было на первом шаге, эти кривые опять расходятся. Идеально одна единица, другая ноль по вероятности. И мы снова можем проделать это измерение. Тем самым в этом случае мы измерим состояние следующего бита B1. Ну, казалось бы, а что будет, когда у нас на первом шаге реализовалась другая альтернатива, да? Казалось бы, должно быть то же самое, а нет. Вот если мы выкинем все синие кривые здесь и переобозначим оставшиеся четыре кривые в подчетности, у нас не будет нигде точки, где они идеально расходятся. Вместо этого у нас ровно на половинном времени от первого шага вот здесь будет точка, где все они сходятся в одной точке. Ну вот, чтобы этот факт... На самом деле это не так плохо, просто для того, чтобы вам их разнести, надо вот в этой рампе экстреметрии, вот если реализовалась вот эта ситуация, только эта, помимо просто доборота фазы, это реальный пост, еще прибавить дополнительную фазу пополам. Вот если вы это сделаете, то у вас опять вот эти вот кривые строго разойдутся, и вы можете померить снова состояние нито b1 следующего. Фактически вычистить значение первого. Да, то есть вычистить значение. А если единичка, то его нужно вычистить, а потом опять все будет хорошо. Ну а дальше эта процедура повторяется итеративно, пока мы не останемся с одной, собственно, кривой, и тем самым мы определили точное число n. Ну то есть тут требуется всего три измерения. То есть три приготовления убито, три, так, да, три. Что вы различите с этими восьми? Ну а почему, собственно, это квантовый алгоритм? А квантовый, вот почему. Ну, смотрите, пусть у нас теперь это n не от единицы до восьми, а от единицы до двух степени k. Тогда вот, если вы, тогда вам потребуется k шагов, чтобы провернуть вот эту всю процедуру 4e. И итоговую точность, которую вы получите, это вот эта вот дельтодискретизация тока. Она будет равна, вот, некая большая дельтодискретизация тока, на том, где у нас вообще все эти 2k значения тока сконцентрированы. Ну, вот, минимальное расстояние нежной процедуточность. И, собственно, ну, в общем случае, у вас опять вы делаете это бинарное представление и начинаете измерять. Сначала измеряете самый младший вид, потом переходите к более старшему, ну и оканчиваете на самом вот старшем виде, после этой бинарной записи. При этом, на первом шаге, когда вы измеряете самый младший вид, вам требуется самое длинное время набора фазы, да, в рамзине интерферметрии, потом в два раза меньше, и потом каждый раз оно уменьшается на нам. Вот, чтобы показать, что мы тут достигаем без интерферметовского... Да. У меня вопрос какой-то. Вместо этого фазы можно поломать, если вот подать ему среднему, то, допустим, 2, но, как сказать, в позиции только 1, только 3. Да, да. То есть мы с среднему 2, но вот этот фазы, мне кажется, как это распространяется в случае, когда... Я думаю, не будет работать, вот... Вот это для классических, вот, больше... Да, ну давайте сразу скажу, что мы хотим измерять классический сигнал. Вот, то есть мы используем квантовую систему, чтобы измерять нечто в нашей жизни сейчас присутствующее. То есть, когда есть какой-то, значит, агент, который сбрасывает пузыря, то есть уже, как бы, значит, цифрополюция, мы не должны предполагать, что может быть. Два ли кто-то здесь или здесь. Ну, там есть контакты, там происходит быстрая декогеренция, на самом деле. Да, да, да. То есть происходит сбрасывание. Да. То есть они несколько повесятся, а нормально. Да, да. Так, да. Ну, вот, собственно, давайте покажем, почему он миллиардерский. Тут надо посчитать количество ресурсов, то есть количество времени полного в алгоритме, в течение которого мы набирали фазу. То есть у нас вот есть к экспериментов, в каждом эксперименте мы какое-то, каждый раз разное время набираем фазу. Вот их все надо просуммировать, и это наши ресурсы. Наши ресурсы здесь — это кондерентность или время полного набора фазы. А тау-гамин-садина — это тау-гамин-гамин? Да, это вот это вот самое, но это короткое время. Ну, смотрите, вот самое короткое время берем, самое минимальное, при измерении самого старшего, и суммируем все эти времена, да, по х-шагам. Получаем вот это полное время. Тогда вот вы получите, что ваша точность, логарифм, вернее, дельта-и на точность тока, она будет сквериться как минус от логарифма полного времени на минимальное время. И это, собственно, и есть нитеремергерский предел. Вот если бы в классике был бы тут не минус 1, а минус 0,5. Ну, собственно, поэтому это квантовый уровень. Так. Второй алгоритм, который мы будем обсуждать — это алгоритм Китая. Он, собственно, предложил Китаем. Он абсолютно, он в неком смысле обратный алгоритм Фурье. Смотрите, у вас имеются опять вот эти кривые, но теперь вместо четности вы разделяете эти кривые по первому, самому старшему. То есть берете первые четыре, выделяете красным цветом и оставшиеся четыре синим. Это соответствует значению вот этого равного единицы либо 0. Ну, тут у вас эти кривые нигде не расходятся идеально, да, в единицу и в ноль. Вы выбираете некое оптимальное время, где вот расстояние по вероятности между красной и синей кривой и крайней максимальное. Это нам получается вот здесь, в данной линии. И производите несколько измерений этой вероятности, чтобы отличить красные кривые от синих. Как только вы это сделали, вот, допустим, в данной ситуации у вас реализовался синий случай, на следующем шаге вы лечите второе время, где эти кривые распудятся, оставшиеся четыре напополам, да, это соответствует следующему B2B1, вот. И так далее. Ну и в результате тоже знака шагов вы завершите алгоритм Китая. И он в этом смысле обратный, что в отличие от Фурье вы изменяете сначала самый старший вид, а потом заканчиваете самый младший. Почему Китая хуже? Ну, потому что, вот, ясно, что в Фурье, когда вы измеряете, вы за конечное всегда конкретное число измерений детерминированно находите значение тока. В Китае это не так. У вас на каждом шаге измерение статистическое. Поэтому Китае, он хоть и склеится тоже, как Единица Ная, ну, как Гезенбергский предел, там тоже есть, но там хуже префактор, просто связанный с тем, что вам надо набирать статистику на каждую шагу. Давайте теперь перейдем к эксперименту, собственно. Можно, чтобы закончить? Да. Но вот при нам обманывают трудящиеся, поскольку кроме времени самого измерения, которое каждое в два раза уменьшается, у вас есть время приготовления кубита, и там исходимость будет совсем другое. А вот мы там получим вообще экспоненциально больше. Понимаете? Вот в том-то и дело, что это верно. Конечно, в каждом конкретном эксперименте самое большое время, не время, а набор фазы. Вам надо это купить, приготовить, послать там все импульсы. Это занимает там львиную долю от времени. Но у нас это на самом деле определяется, сколько вам реально физических измерений надо сделать. Так вот тут выигрыш вообще тогда экспоненциально. На самом деле представьте, что если вам надо различить между два степеника, где К какое-то там большое значение, да, значение дискретных вот этого тока, то оно все лишь К, К измерений в фуле. То есть вы получаете экспоненциальный выигрыш по числу измерений. Так, ну давайте перейдем теперь собственно к эксперименту, который я сделал. Вот здесь представлен образец, вот так называемый трансмонный кубит. Вот картинка образца. Ну вот чтобы понимать, что здесь что. Вот светлое, светлое, это металл, это алюминий. А черное, это кремний. Поэтому все, что светлое, оно проводит ток. Дальше тут есть четыре основных элемента. Ну самый первый элемент, он самый маленький, это кубит. Он состоит из этой вот расчески. Это на самом деле конденсатор. Вот он тут увеличен. И сквида. Это вот сквид-лук, где есть два взрывационных контакта. И вот его площадь. Это вот самые два взрывационных контакта. Это самое такое минимальное элемент. Рядом с ним мы пропускаем ток. Вот видите, вот мы сюда прикладываем где-то за этим образцом напряжение. И вот по этому каналу течет ток. Вот он тут уменьшается. И вот протекает вот здесь вот. И уходит вот сюда вот в большой резервуар. Рядом с вот этим кольцом сквида. Поэтому, смотрите, вот когда тут течет ток, он создает магнитное поле, которое меняет поток через сквид. Поэтому в этом смысле вот эта система абсолютно эквивалентна вот тому теоретическому эксперименту, который описывал раньше. Вот у нас есть квантовый точечный контакт. Вот тут течет ток. И вот есть наш убиток. Ну и самый большой элемент этой вообще системы это вот этот дополнительный резонатор. Он тут даже не помещается. Вот такой зигзаг ввести дальше. Это резонатор считывания. При помощи его мы считываем состояние убиток. И имеется еще дополнительный контакт. Это контакт, при помощи которого мы прикладываем наш каваламный мульс. Вот эта штука. Сюда мы прикладываем мульс электромагнитного поля, который крутит наш кольц. Электрическая схема, она вот представлена. То есть вот есть скрит. Вот этот вот конденсатор CD. Он большой. Дальше есть резонатор, который некосным образом взаимодействует вот этот резонатор и вот эту часть через вот эту емкость с нашим убитым. И есть внешний квантовый точечный контакт. Вот это вот. Вот здесь он индуктивным образом взаимодействует с... Андрей, все книги и квантовые точечного всего лишь контакта. Квантовые точные контакты и специфическое отражение компонента. А, ну да. Это просто контакт, да. Или точный. Извиняюсь, да. У нас не точечный. Ну да. Надо сказать, что все это связано с 20 миллиметрами, это все сверхпроводящее. А два состояния это к чему соответствует? Извиняюсь. Два состояния это каким-то конкретным потоком? Нет. Вот это важный вопрос, да. Это не потоковый кубит. Это так... Это трансмонный кубит, когда у вас большая особенность. Есть такой параметр. Давайте на следующем слайде, наверное, хотел сказать. Вот. Давайте покажу спектр нашего кубита. Важно тут вот эта синяя линия. Вот тут, по вертикальной оси, это в негагерцах частота перехода между нулевым и следующим уровнем кубита. А в ингредиенте нет? Есть третий и четвертый. Просто в трансмонном кубите, в чем он хорош, у вас есть ангармонизм. То есть расстояние между нулевым и первым отличается от расстояния первого и второго. Именно поэтому вы можете отдельно контролировать каждый уровень. Вот. В этом плюс. Если бы... Ну, давайте сразу скажу, что это просто такие вопросы. Есть два параметра, которые определяют форму вот этого скрипта. Это энергия ёмкости кубита и джерсованская энергия кубита. А вот трансмонный кубит, он это кубит, в котором... Ну, в такой безразмерной параметре есть ёмкость энергии джерсованская на энергию кубитовского Большой, но не очень большой, порядка 100-200. Ну, например, кубит, есть обратный заряд и кубит. Это надо обратное соотношение, когда это лично маленькое. А флаг с кубит это сильно больше. Почему уход так выбирается? Вот если вы выбрали вот это отношение вот с таких пределами, у вас всё ещё... У вас сверечение, вернее, этого параметра. Ангармонизм между уровнями затухает полиномиально по этому параметру. А вот там есть другая важная штука, что каждый уровень, уровень этого кубита... Вот давайте вот... Слушайте... Давайте... Давайте... Вот есть, например, у вас первый уровень. И он будет, на самом деле, иметь, помимо всего прочего, некую зависимость от заряда на конденсаторе. Есть второй углей этого кубита, возбуждённый. Он будет вот так себя вести. Это если вот этот параметр маленький. А чем? Какая характеристика отличается от первого и второго уровня? Ну, кроме энергии, физическое состояние... Ну, если это зарядовый кубит, будет разный зарядный конденсатор. Если это потоковый кубит, то у вас будет разный поток в сквиде. А если этот кубит между, вот, трансмонный, то у вас там, на самом деле, не зарядовое, не потоковое, будет некая такая вот суперпозиция. Некая волновая функция. Некая волновая функция в терминах фаза. Вы можете фаза представить как координату Х и решить эту задачу. И у вас тогда будет некая волновая функция, где в роли Х наступает фаза. Ну, фактически, это искусственный азер, можно так сказать. Есть просто возбужденный уровень с каким-то дулем волновой функции. Некая волновая функция. Другой сплоходящий ток и другой заряд на ерунке. Да. Вот. И то, и то. И то, и то. Все эти параметры со временем меняются. Я думаю, что вы берете картинку сейчас для вас уровень. Правда? Да. Это тогда, когда у вас объединена не зависит от времени. Теперь вопрос. Это означает, что параметры, которые происходят все независим от времени. Это здесь соблюдается? Это соблюдается лишь от ряда параметров. Кто зависит здесь от времени и кто не зависит? Сейчас я вам скажу. Вот смотрите, энергии, они от времени не зависят. То, что реально зависит от времени, это... Вот смотрите, мы тут когда пропускаем вот этот ток, у него есть некая постоянная величина, да, средняя, которая от времени зависит. Но есть еще и флуктуации. Вот эти флуктуации, они, конечно, времени зависимы. И вот это вот есть некая зависимость от, ну, некой флуктуации потока, который пронизывает скрид, связанной с флуктуациями тока. Они присутствуют, но они маленькие. Это будет видно на перемене. Так, собственно, сейчас, что я хотел сказать. А, ну так вот, на этом графике, если вы будете менять, значит, ток через этот дополнительный контакт, у вас будет меняться поток. И вот спектр нашего убита зависит от потока или от напряжения соответствующего. Вот таким образом. Вот есть формула, в которой, ну, есть просто флакс, который зависит от напряжения, ну, или от тока. В отношении флакса к кваметров потока есть такая зависимость. Есть энергия Джессоновская и космая нашего кубита. Есть некий параметр нам гармоничности. Вот. Ну, теперь, где мы находимся на этой картинке, собственно, где мы будем производить наши изменения? Вот. Вообще, во всей этой науке кубитовой люди, как правило, пытаются сидеть вот здесь. Вот, прямо вот в этом массе. А зачем? А потому что у нас вот здесь минимальная чувствительность к флактуациям за счет флактуации потока через скрыт. У нас таким образом, когда вот сидим наверху, мы увеличиваем время Т2, время гагеряльности нашего кубита. Ну, конечно же, и, собственно, вот этот вот дополнительный контакт, вот этот вот, в реальности, делается для того, чтобы нашу систему вот сюда вывести. Потому что иногда, ну, реально, реально, если вы сделаете кубит, там может сидеть какой-то, ну, внешний поток, может быть какие-то магнитные поля внешние, и вам надо поднастроиться, чтобы попасть в эту точку. Мы будем работать в обратном пределе. На самом деле, мы целенаправленно двинемся с этой точки вот вбок. И вот здесь мы будем сидеть. То есть мы прикладываем некое напряжение, и будем... То есть частота нашего кубита, она чуть уменьшится. Вот в реальности наша частота при эксперименте будет вот такой, 7,5 ГБ. Для этого мы приложим тоже достаточно большое напряжение. То есть я вот такой полуонзор. Ну и что же мы делаем, собственно? Вот, значит, мы сюда сдвинувались, то есть мы сюда вот приложили напряжение. У нас такая вот энергия. Дальше мы делаем радиинтерферметрию. Она здесь делается вот так. Мы прикладываем два импульса, которые имеют на частоте кубита. То есть это вот самая быстрая частота. Внизу это время, а здесь, ну, просто амплитуда импульса. И он имеет гауссовоогибающую. То есть вот, ну, у вас есть гауссовоогибающая, а внутри нее какое-то конечное время есть вот осцилляция на частоте кубита. Вернее, они едят на частоте кубита, это некая драйв-фрикенсы у нас тут есть. Потом мы ждем, и вот один такой импульс соответствует типу поламы. То есть мы мы вводим наш бит, который изначально у нас находится в основном состоянии, в основном состоянии моря. Вот это реально плоскость сферы блох, то есть суперпозицию энергетических состояний. После этого мы не прикладываем ничего и ждем время, вот, так называемое ранзи-тайм-дилей. Ну, вот здесь там как-то есть и там все. И потом прикладываем второй бит пополам. Вот что тут происходит? Вот, во-первых, у вас конечное время, это вы импульсы в каждом случае. Эти импульсы не мгновенны. Шарита импульса 28 на 8 в нашем случае. Во-вторых, собственно, а где, за счет чего набирается фаза в этой реальной импульсе? А фаза набирается за счет разности частот. Вот есть частота кубита, а есть частота вот этого электромагнитного поля, которого он прикладывает. И вот за время τ, вот это время, когда мы ничего не прикладываем к нашему кубиту, он в экваториальной плоскости повернется на вот этот угол, который профессионально разности между этими частотами. Вот это очень важный момент, потому что в действительности вот этот кубит, вы можете набирать эту фазу либо меняя частоту кубита, то есть прикладывая вот этот вот дополнительный ток, либо фиксируете этот ток и прикладываете разные частоты вот этот драйв-фреканс. Поэтому этот кубит может измерять либо внешнюю частоту, либо поток через скрипт кубита. Потому что изменение самой частоты кубита может быть сделано только изменением тока, который течет рядом, и он меняет частоту. на прошлой картинке. Ну вот у нас Мегамильтанян, который описывает вот это вот. Да, еще раз, а драйв-фреканси чего, если у нас ток 0? Смотрите, драйв-фреканси, вот ток, это вот это вот, это то, что меняет, наводит дополнительный поток через скрипт. Таким образом вы меняете частоту кубита, вот согласно этой картинке. А управляющий импульс драйв-фреканси подается вот над этот дополнительный контакт, у вас просто внешне стоит генератор импульса. И вы можете там менять частоту как хотите. И это меняет вот эту вот огибающую частоту. Вернее, огибающую, а внутреннюю частоту вот этого импульса. Фаза наберется за счет разности этих частот. Частоты кубита и драйв-фреканси. Которая была в импульсе? Была в импульсе, да. Промежутки нет? Нет, в промежутке вообще ничего нет. Промежутки кубит живет в своей собственной жизни. Совсем понятно. То есть в уровне какой-то чистотой, потом прекратился, а вот получается, что фаза будет расти профессионально времени, уже просто когда вы ждете, да? Да, на самом деле крайне удивительно. То есть какой-то эффект памяти получается. Понимаете, вот это интересный вопрос. А почему вообще так происходит? Вот это, вот я когда об этом узнал, у меня было некое такое вот... Сильно я изменил... Уже меня в голове, да, после того, как я это узнал. Ну, не так, не очень, но... Ну, смотрите, вот у нас есть кабель-фреканси, который описывает процесс. Ну, вот есть частота кубита, да? А вот есть, собственно, взаимодействие с классическим пулем. Вот есть это драйв-фреканси, который описывает переход. Ну, тут либо у вас фотон и спустился, либо тут вот проглотился, да? А есть вот это отгибающее ОМГЖ. Вот, чтобы понять, почему так происходит, надо перейти... А, это уже приближение, это уже отметим к DFL-partimation. Вам надо перейти в систему отсчета, которая крутится с частотой драйв-фреканси. Ну, это как DML. Вот. Делать DML. Ну, да. Небось, оттуда и изгибает. Да. Спиновый придумок. Задача изначного второго задания. Иван Травитин. Спин. Все известно. Да. А второй важный момент, из которого это все не будет работать. Вот эти импульсы, на самом деле, должны включаться адиобатически. Вот если они не адиобатически включаются, то это тоже управление будет. То есть, на самом деле, там необходима конечная ширина этого импульса. Мы не можем его сделать без конечности. В общем, вот, если повалиться и попытаться решить уравнение Шредингера, да, для Кубита вот с таким вот драйвером, оно, конечно, точно не решается, но при приближении, когда у вас отстройка вот этой частоты, а вот эта небольшая, решить можно. И там, вот, получается, такого красивого вот совсем объяснения у меня пока нет. Но вот, если перейти в вращающую систему отсчет, то становится так понятно. Важная относительная частота. Важная относительная частота, да, вот важно. Но, понимаете, нам тут еще важно... Вот представьте, у вас же... Вы знаете, вот эти импульсы были бы бесконечно узкими? Тогда бы вы очень фиксировали времена, и на самом деле вам бы не помогло прийти в вращающую систему, потому что, ну, у вас... Ну, тогда не важно, с какой стороны смотреть. Важность в том, что вот эти импульсы, они имеют конечную ширину, и вот эта вот большая частота включается плавно, поэтому нам не важна фаза диаботических приближений. Да, вот диаботических приближений. Так, давайте сдвинуть вот отсюда и перейдем... О чем происходит вот после того, как мы подали эти двойные задачи, происходит измерение. Мы, на самом деле, на тот большой резонатор, подаем другой импульс на другой частоте и смотрим отклик. Так вот, в этом эксперименте, если у вас кубит находится в основном состоянии, то отклик будет описываться красненько-кривой. Это вот в том большом резонаторе. То есть кубит, он живет, а вот на этот огромный резонатор... Я сейчас покажу, чтобы понятно, о чем речь. Вот этот вот. Мы смотрим отклик. Вот мы сюда кинули 2 микросекунды импульс на частоте резонатора, а не на частоте кубита. И смотрим отклик. Что у нас отразилось? А можно спросить, что он сделал? Какое влияние кубита? Это заменяет тёмкость? Что это за большим резонатором? Какимность? Интерозность? Посмотрите, если вы запишите комментария, написывающие взаимодействие вот этого резонатора с кубитом, то поскольку они по частоте отстоят друг от друга на 2 ГГц, то они слабо взаимодействуют, они не в резонансе. Вот во втором, в порядке теории возмущений, можно показать, что в зависимости от состояния губита 0 или 1, у вас частота вот этого резонатора будет смещена. У вас будет старший? Сколько смещений? Порядка 100 мегамерцев. Всё правильно. А, непорядка. А как вот за счёт чего? Емкости или конденсации? Ну как, у вас просто... Сейчас. Ну да, у вас, конечно, водится, видимо, заряд. Емкостная. Да, это емкостная связь. Видите, вы на самом деле подбираете вот этот резонтор так, чтобы пучность электромагнитного, электромагнитного электромагнитного, электромагнитного поля была объединена высотой. Поэтому у вас отдаётся взаимодействие костра. Вот. Ну так вот. У вас, поэтому, если вы пошлёте, если у вас, вернее, окажется губитка в состоянии суперпозиции какой-то, ну, вернее, в состоянии каком-то 0 или 1, вы посылаете этот большой импульс, у вас система губитка мгновенно декабилируется, и дальше, по идее, у вас реализовалась бы только одна из этих возможностей. Либо вот такой был бы сигнал, либо вот такой был бы сигнал. Но на практике этого не происходит. Почему? Из-за шумов. Есть очень просто сильные шумы, которые мы подавлять не можем. Поэтому нам вместо одного измерения приходится делать много. Шумно-усилитель. Да. И шумно-усилитель. Ну, надо понимать, что всё это находится там, всё это там, какие-то фентоваты, а чтобы это дожило до, ну, наших, таких обычных значений, это надо усиливать. И первый усилитель у нас на температуре 4 кг. Вот. К сожалению, не изделено с училителями. Его надо делать отдельно, наночипы это отдельно. Такая наука. Поэтому это вот избегается просто путём многократного повторения вот этого эксперимента. И тогда, вот если у вас в состоянии убито какое-то, не ноль или один, вы получите вот какую-то зелёную грибу, которая проходит между ними. И по факту измеряете вы вот что. Вы берёте, промеряете точно отклики при нуле или единице много-много раз. То есть вот, нет никаких практически шубов. Они есть, но маленькие. Берёте площадь между вот этими кривыми суммарно. И вот если у вас теперь произошло какое-то измерение в промежуточном состоянии, то по факту измеряете вы разность. Вот площадь между зелёной и синей кривой, вот такую суммарную. И её отношение к площади между красной и синей кривой. Вот это вот величина, которая, ну, не является вероятностью, но она, ну, есть некое число безразмерное. Вот и 100 грамм. Соответственно, вот представьте, что у вас убит находится в состоянии ноль. Тогда вот этот параметр h будет по гауссу распределён. Вот так вот в пределе нуля. Это если в основном состоянии. Если в состоянии 1, то у вас будет тоже гаусс, но сконцентрированный возле единицы. А нормировка какая-то площадь? А нормировка, ну как, мы просто экспериментально рассчитываем. А это переменная же получается, разность? Не-не-не, мы правильным образом, мы не... Разность, конечно, по модулю берём. Нет, то есть, если одно совпадение должно быть единица, а другое не будет единица, да? Нет, если одно совпадение... Смотрите, если у вас зелёная кривая совпадает с красной, то у вас будет этот... У вас будет ноль. Вот между ними площадь. Извините, я неправильно сказал в прошлом случае. Между зелёной и красной площадь. Поэтому если в состоянии ноль, то у вас зелёная сольётся с красной, эта площадь будет ноль, и вот эта величина будет равна ноль. А если наоборот, у вас состояние кубита один, то у вас вот эта площадь между зелёной и красной будет в соответствии с площадью между красной и синей, и будет эта величина близка к единице. А так она распределена по гауссу. Вот. Ну, соответственно, вот что мы измеряем. Мы берём и фиксируем. Такой параметр тут есть. Single Short Size. Размер. Сколько нам надо для того, чтобы проверить состояние кубита, сделать вот таких измерений? В нашем случае он будет 32, не 67, а 32. Вот. И вот эту величину мы измеряем. Но перед этим, чтобы сделать наш метрологический протокол, мы должны измерить, собственно, вот эти кривые, которые я показывал. И дальше измеряется интерфермиционная картина. с большим размером сингл желтого. Долго. Мы меняем частоту кубита. Берём разные времена. Рамзделай тайм. И вот измеряем экспериментальную интерфермиционную картину рамз. Вот вероятность. Теперь не вероятность, а по вертикальной оси цветом выделена вот эта величина h. Вот. Когда вблизи желтого, это соответствует тому, что у нас убит состояние 1, а когда вблизи черного или красного, это состояние 0. Это гигагерц. Это гигагерц. Это гигагерц. А, да. Не надо. Естественно. Вот. Эта картина измеряется долго. Это мы называем паспортом нашего устройства. Она очень стабильна. То есть вот эта картина не меняется там. Ну, неделю она может жить спокойно. Ну, давайте теперь перейдём к эксперименту и попытаемся сделать, фурье. Ну, вот если теперь вы выберете какие-то 16 кривых эквилистантов по частоте или по точке, как я раньше показывал на первом слайде. Вот я беру и тут выбираю эквилистанта 16 кривых. То хотя тут картинка кажется регулярной, вот тут она будет вот такой. Причём это не какой-то шум. Вот эта вся картинка, она воспроизводима. Вот сегодня воспроизводима, завтра воспроизводима. Ну, во-первых, то, что мы видим, вот эта 10 вероятность, соответственно, здесь время, задерживая вероятность, но она, которая запухает, исконечная, это 2. Но более, это самое плохое, что если мы выберем вот опять чётные и нечётные кривые, то если вы посмотрите на эту картинку, не существуют точки, где не то, что они слопываются синими и красными в одну точку, они даже никогда не расходятся в разные стороны. Поэтому вот так вот банально применённый алгоритм Фурье тут не работает. Он просто не будет работать и всё, без того, что нет такой возможности. Ну вот, есть предложение его модифицировать, и вот что будет. Вот те же самые кривые, я просто уменьшил в два раза масштаб кривых, мне даже 600 наносит, это 300. А давайте выберем не чётные и нечётные, а какие-то 8 кривых, ну, разделим наши 16 вот здесь кривых, на 8 и 8, которые где-то, при каком-то времени расходятся максимально. Где максимальные тервалы? Да, где максимальные тервалы? Ну вот здесь, вот он, вот здесь, при 150 наноситимбах, вот при данном эксперименте. вот видите, вот отсюда красный пучок отстоит от синего. Они, кстати, получились чёрные и нечёрные. Не-не-не, вот сверху. Почему? А, погодите. Не, ну вот девятка есть. Не, ну всё-таки девятка. Не-не-не, они вот какие-то. Вот. Ну и собственно, вот наш модифицированный Фурье тоже легко достаточно понимает с этой кратинкой. То есть первый шаг, мы выбираем разбиение вот этих кривых на какие-то две группы, которые мы можем различить. И на соответствующем времени промеряем. Проверим. Остаётся, соответственно, выгидовая половина. ищем. Второе время. Ну вот дальше, для того же кривых, если здесь завал снижен, возможно, да, вот у нас останутся, вот следующее время будет, естественно, распространяем. Ну и так далее. Это модифицированный Фурье. А вот модифицированный Китай. Модифицированный Китай работает вот. Вот те же самые кривые. И мы не разбиваем их наполовину, да, вот, по чёрности. Первые восемь и другие восемь. А мы просто берём и измеряем при самом маленьком, коротком времени наборах фазы. И у нас, ну, за какое-то конечное, количество измерений у нас, ну, вероятности каких-то альтернатив из шестнадцати вырастут, а каких-то исчезнут. Ну, соответственно, мы будем измерять до тех пор, пока какая-то группа кривых, восемь, не найдёт до заданного предела по вероятности. После этого мы отбрасываем оставшиеся восемь. Ну, в данном случае мы тут отбрасываем синие. И сдвигаем, на следующее время, где максимальные расходы по вероятности между оставшимися дверьми. Это вот здесь. Здесь мы повторяем это измерение и выкидываем оставшиеся четыре кривые. Ну, из восемь на слоз, восемь на этом шаге, да. Четыре выкидываем. Вот мы оказались здесь. Дальше ещё сдвигаемся на следующий шаг. Чуть дальше по времени. Вот остались четыре, выкидываем две. Ну, вот последний шаг. У нас осталось две кривые. Вот мы измеряем вот этот. И различаем между оставшимися двумя. Ну, и получаем, в данном случае, что у нас девятая, на самом деле, реализовалась. Ну, а как это работает на эксперименте? Вот я покажу результаты Китаева. Уже статистика, когда мы долго-долго измеряем вот это вот дело. Вот Китаев с двумя шагами. Вот что это происходит? Это гистограмма, в которой, ну, как это работает? Мы подаём напряжение, на самом деле, которое нам известно. Но мы делаем вид, что мы не знаем. И заставляем алгоритм его найти на измерении. И вот по этой шкале это разница между известным и тем, что определил алгоритм. Вот в нуле это всё то, что у нас вообще идеально совпало. А по краям это вот ошибка, насколько различается известная и измеренная. Теперь у нас не 16 кривых, а больше. У нас не прерывный предел, он тоже дисклейтный. Там порядка 40, что ли, значений. Но вот если китайцы двумя шагами, то есть мы делаем только первые два шага, то у нас получается вот такая гистограмма. Она уже концентрируется вблизи мумбирических проемов. На трёх шагах она сужается. На самом деле два раза больше. Потом сужается на четырёх шагах ещё больше. Ну и на пяти она уже не сильно сужается. Я объясню потом почему. На обработанных данных не собирают? А это в смысле не обработанных? Вот они и не обработаны. Нет, ну как кара на двух. А начинут исходные данные, это, наверное, кара на нулю? Кара на единиц исходный, да. Первый шаг. Он будет, я покажу данные. Это просто некая демонстрация, с чем мы работаем. Дальше максимум пятый. Да, дальше пятый. В идеале должно быть и не месяц. Но это не работает. Потому что на пятом шаге... Хорошо, давайте сразу быстро. Почему дальше не работает? Потому что на пятом шаге мы уже заходим далеко во времена, и мы уже переходим за Т2. Дальше двигаться не имеет смысла. Дальше надо делать стандартное измерение при вот этом большом времени. Если мы будем двигаться дальше, у нас и так видно, что интерфекционные картины ещё снизятся из-за этого эксперименциального данного. И это не работает. Поэтому, на самом деле, реально мы делаем 4-5 шагов. Иронично. Ну вот, два я покажу. Экспериментально планированных графиков. Тут много точек. Давайте шторим. Вот для каждой гистограммы, вот когда я набираю статистику, я могу оценить эмпирические вероятности и найти энтропию вот этого эмпирического эксперимента. Вот по вертикальной оси это вот эта энтропия безразмерных длинниц. по основанию 10 логарифм. Да, по основанию 10 логарифм. А по горизонтальной оси общее время, вот всего из элемента данного, общее время набора фазов. Вот из чего оно суммируется. Есть, например, 4 шага Китаева. На каждом шаге Китаева есть время набора фазы и есть какой-то конечный размер сингл-шотов. То есть на каждом делаем несколько сингл-шотов, как я говорил, вот ранее. Вот мы все это там нужным образом умножаем, суммируем и получаем полное время набора фазы. В секунду. Ну и берем логарифм десятичный. Вот кружки красненькие – это стандартное измерение. Это когда мы никуда не двигаемся, а берем минимальное время и на нем измеряем. Оно вот движется вот таким вот образом. То есть это вот, когда из сорока значений мы выбираем только двадцать. Наследует это десять. Это пять. И вот смотрите, уже… А крестики – это симуляция для этих данных на компьютере. То есть мы именно этот алгоритм, мы можем измерить вот в раме динфекционную картинку нашего устройства, сделать симуляцию с генератором случайных чисел. Ну и вот тут оно очень хорошо. А вот уже когда мы пытаемся добиться большой точности, у нас есть расхождение. Это вот связано с тем, что на самом деле, когда мы измеряем долго, у нас на самом деле картинка начинает… Ну, по времени, на самом деле это долгое измерение. Поскольку мы уже выяснили, самое долгое это приготовление этого кубита, не время набора фазы, да, то там вот, чтобы промерить вот это, требует с полдня. И у вас за это время может соскакивать вот вся эта картинка целиком. Может из-за плактуации напряжения сдвигаться. Мы, на самом деле, делаем поправку в эксперименте на это. Там есть система обратной связи, но все равно это не способствует полностью. Так, вот теперь синенькие кружочки. Синенькие кружочки — это экспериментально промеренные китаев с двумя шагами, с тремя шагами, с четырьмя шагами и с пятью шагами. А крестики — это симуляция. Тоже с двумя шагами на тех же данных, с тремя шагами, с четырьмя шагами. И вот, видите, с пятью шагами тоже. Мы уже доходим в этот предел, когда система ведет себя нестационарно. Возвращаясь к вопросу о том, что есть инстационарные там ситуации, и мы не можем никаким образом, ну, тока, который течет пятым, с голубой скрида, никак не можем их избежать. А зелененькие клеи — это фуле, но наш модифицированный, который движется вот так. Ну, что тут можно заключить? Ну, во-первых, явно видно, что деталь подгоняет, модифицированный, стандартный отмерение. Но фуле нет, то есть китаев, работает модифицированный лучше, чем модифицированный фуле. Давайте я вам покажу другой, более свежий, промеренный набор. Да. Давайте попробуем. Ну, соответственно, это бы идеальный, да? То есть один столбик. Идеал, как там, с зеленым. Ну, любо было бы, да, когда бы померили один столбик всего этого. Да. То есть надо понимать, что эта энтропия, на самом деле, ничто и другое. Если бы это было гауссовое распределение, это было бы просто логарифм точности. Поэтому энтропия — это, на самом деле, логарифмические единицы точности модифицированной, которой мы измеряем наше напряжение и частоту. Это уже приняло то, что столбика ноль — это как раз для двух столбиков. Да. Ну, вот более свежие данные — это вот то же самое, более, так сказать, лучшее. Это когда опять мы измеряем, вот красное — это классическое измерение, когда мы изменяем напряжение нам на контакте. Мы пытаемся измерять напряжение, которое мы прикладываем к вот этому дополнительному контакту, который меняет поток через их вид. И вот красное — это стандартное классическое измерение, а синее — это фу, извиняюсь, модифицирование наш Китаев. Вот один первый шаг Китаева, он, естественно, совпадает с первым шагом классического измерения. Они находятся в одном и том же пределе. Второй шаг Китаева, он, на самом деле, тоже совпадает, можно показать, что модифицированное теоретически совпадает. А дальше идут улучшения. На трех шагах Китаева, на четырех шагах Китаева и на пяти шагах Китаева это улучшение. Вот. Вот если посмотреть в абсолютных единицах, то вот тут мы выигрываем практически на два порядка по сравнению с классическими измерениями при том же самом запраченном времени суммарного набора фазы. Это сотни на миллисекунды у нас. Нет, наше время не уявляет, это должно быть миллисекунды. Ну и давайте последний слайд. Я хочу отдельно сказать, а почему, собственно, Фурье не работает? Ну, Фурье, на самом деле, не работает лучше. Почему Китаев, оказывается, лучше практически? Потому что Фурье на первом шаге, вот если у вас есть такие неидеальные кривые, вот наш модифицированный Фурье, он должен различить максимальное количество альтернатив различных, вот тут там 16, с очень небольшой разностью по вероятности. То есть, на самом деле, на первом шаге Фурье мы должны сделать очень много измерений. Если вдруг мы там ошиблись, то все последующие шаги дадут неверный результат. В Китае это чуть проще. Мы на первом шаге измеряем там, где у нас максимальный раскрес по вероятности. И нам достаточно сделать несколько измерений грубых, чтобы выкинуть половину вот этих возможностей. Поэтому вот практически при конечном Т2 и таких неидеальных кривых нам Китай выигрывает. Собственно, вот все, что я хотел сказать, ну вот если так подытожить, то вот впервые вообще... Вот, скажем так, метрология, метрология, посмотрите, была реализована практически на 1-митцентрах. То есть, нейтрожен векинс из центра Валмаза, там прекрасное время. Т2 там десятки микросекунд, это все работает при комнатной температуре, но там оптические частоты. То есть, нам это было покажено, где можно сделать Фурье, и он там работает даже вот классический Фурье. В гигагерцовом режиме, вот на сверхпроводящих пугитах, вот это сделано с коллегами со стремлением практически впервые. Для того, чтобы это сделать, пришлось модифицировать алгоритм вот в такой вот, ну, достаточно понятной манере. И что еще? В общем-то, наверное, из таких основных стяжелностей. Спасибо. Спасибо. Что на эти вопросы? Нет, не столько вопросов, но, если Вы позволите. Значит, Андрей, я так перед вами не успел подписать всякие ссылки, потому что здесь не было вообще. Это замечательно для студентов, чтобы понять, в чем дело. Но не всегда хорошо для авторов. Особенно для присутствующих. Вот. Поэтому, как я все-таки историю расскажу. Значит, в принципе, алгоритм оценки фазы, ну, точнее, не так. А квантовое фурье, оно стало знаменитым после алгоритма того, как Шор придумал свой алгоритм. Ну, отчасти даже и до того, но вот совсем знаменитым алгоритм у Шора. Вот. И так это было применено для перемета состояния нескольких кубитов, n-кубитов, ну, бачок, вообще-то, как-то, если кубитов, в некое другое состояние. И так было просто как на заводе фурье, вполне себе обычное, но вот в пространстве, там, самом, два степени ремня. Вот. Буквально через год, Игорь Китаев осознал, что центральным элементом этого фактически является то, что вот Андрей здесь уже рассказывал под названием алгоритм оценки фаз. Ну, и тоже очень быстро после этого еще группа товарищей также это поняла, что это некое отдельное дело. И, собственно, Китаев же предложил ту версию с одним кубитом, которую мы, на самом деле, здесь использовали, и, в общем, более-менее переоткрыли сами. Переоткрыли, там, вот, свыше, собственно, предначальное движение платора, когда думали, как раз, вообще, о подчете электронов. И вот мы придумали эту дискретную процедуру. Сцены кубитами сначала. Вот. Долго радовались, долго пытались понять, что это так, на что это похоже. И через некоторое время вы поняли, что таки похоже на полуквантовый Фурье пребазвание. А полуквантовый, в свою очередь, до нас, люди открыли вот такие Гриффитс и Нил. Он со своей стороны понял то, чего Китаев понял, что на самом деле Фурье разваливается на некие подпрограммы, условно говоря, одна, которая действует на индивидуальный кубик, и запутанность там не может, а вот что важно. То есть, на самом деле, в этом элементе алгоритма Шора запутанностью не является ресурсом. Вот. И это важный и интересный, и недавно был эксперимент сделан, не в том числе там. Вот один из соавторов, вот, автор знаменитого учебника Чуванка, Личанка, как его называют. Они как раз вот эту алгоритм оценки фазы, в их реализации алгоритм Шора сделали всего лишь одним кубиком. И это любопытно, поэтому вся вот эта вот история, она имеет не только метрологическое приложение, но и, возможно, вычислительное приложение для неких минималистических каких-то, каких мини-клантовых компьютеров, скажем так. Вот. Это раз, а два, вот мы со студентами-настрантами, где активно мы дальше это двигаем, делаем по поводу метрологии. И, что любопытное, оно это, собственно, и в Алты еще делали с оценки, что если теперь просто заниматься настоящей метрологией, то есть пытаться как можно более точно измерить, например, магнитное поле. Вот. Ну, с магнитным полем немного отдельно, история, где там делают очень сложные конструкции с объективными катушками, с центрального сигнала. Вот. Где с этой системой можно конкурировать? Это в точности измерения потока в расчете на единичный поток. В точности измерения потока. И оценки показывают, что вот прямо тот кубик, который, прямо скажем, весьма такой серийный кубик, который есть в Алты, он уже, если бы ему придет еще сингл-шот, между вот этот усилитель, о котором он говорил Андрей, он уже может конкурировать с промышленными атмосферами, которые сейчас существуют, у них точно с 10 минус, ну, до 10 минус 6 по потоку в миллиметрах квадрового потока. Вот. А чемпионские, вроде бы там, то, что сейчас публикуется, ну, даже не детектор еще, а уровень шума. От уровня шума до детектора еще добраться надо, да? Вот уровень шума там 10 минус 7, 10 минус 8, даже какие-то доли 10 минус 8. В принципе, с потоповыми кубиками, у которых дисперсия по резче стекло, как и в самом самом деле, оценки покажут, что можно добраться до 10 минус 9 по потоку, что, в общем, веки рекордные показатели. Вот. Ну, а отдельная история – это то, что, на самом деле, с инкуминалом можно заниматься измерением статистики шума, что тоже пока что не сделано. То, что сделано в статистике шума для тонких кубикника, это вот как раз пересчет про электронов. Про электроны – это то, что делал Энсер, но это разрушающие измерения. Если хотеть так, чтобы хотя бы некоторое время система желала вам, то есть, чтобы подрались его, так не будет. Он кругомерил и уже разрушил по всю интерференцию, этого синтонного кубика. Вот. Поэтому эта вот тема такая богатая и интересная. – Ну, собственно, прекрасные комментарии. – А в партнере выказали K равно 1. – Можете сказать? – Да. – Да. – У меня нет. – У меня есть вот. – Вот K равно 1. – Это вот эти синие точки. – Да? – В Китае. – K равно 1. – А красненькие точки – это то же самое. – И они совпадают со стандартным зрением. – То же такое K равно 1. – Вы измеряете при самом минимальном времени ранее, вы пытаетесь отбросить половину возможностей. – То есть, сузить ваше измерение два раза. – То же самое делает и стандартное измерение. – Просто вот вы обрабатываете несколько раундов, там у вас есть петрация начиная со второй, а исходная нет? – Ну… – Включается как-нибудь не проникл. – Ну, может быть, да. Потому что как-то я думал, как это пробил. – Ну, да, пробил, наверное. – Ну, вот будет она просто шире. – Ну, а вы с парами пишите. – То есть, K равно 1 было то же самое, только шире еще? – Да. – А средняя часть выглядела вот так? – Ну, вот как, у вас не будет такого яркого пика. – То есть, у вас просто будет несколько, вот такое вот будет, вот она более пологая. – То есть, она еще и сгладилась 700? – Она сгладилась, конечно. – Там все больше тема. – У вас уменьшилась, ну как, у вас… – Вы различаете только половину, да? – И, вот, представьте, у вас есть там, ну, говоря, 60 значений, да, вот, дискретных, вот, вашего параметра, который вы можете… – Ну, почему они действительно? – Потому что точность прибора стала дискретной. – И вы половину из них хотите отбросить, ну, допустим, то есть 30, да? – Ну, а оставшееся у вас будет, там, какое-то распределение вероятности. – Оно будет так, ну, будет гауссово, на самом деле. – То есть, при корону 1, там, там, какие-то, побочные максимумы мелкие или что-то? – Ну, они бы могли бы, но по факту, как бы… – Ну, вот, да, вот тут что-то, видите, такое есть, как бы… – Ну, вот, да, вот, вот, что-то, видите, такое есть, как бы, – Ну, это, скорее, статистика от того, что мы недостаточно набрали. – То есть, я не ожидаю, если нет никакой такой специальной… – Ну, вот, смотрите, вот наш, называется, паспорт, – наше устройство «Трансинференционный концент». – Ну, если тут нету никаких особых особенностей, да, – которые вот просто вот по каким-то причинам у вас будут, – ну, такого, конечно, каких-то пиков, при корону 1, – ну, мы не должны, мы не видели, вот скажем так. – Ну, если в случае, например, ключи, 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 – как вы говорите? – Ну, наверное, ну, я так могу показать, если бы там все сесть на данные. – Ну, если вы говорите, что там еще особенного? – Нет, там ничего особенного нет. – Не, я не знал, что я там, что-то такое решил за пряток. – Пускай, а, ну, интересно. – Ну, интересно, что у меня не сникает вопрос, – А что прилияет этот баллон? – Какой главный мешающий фактор? – Хороший вопрос. – Две причины есть. – Ну, во-первых, вся эта система, – там есть низкоэнергетические моды, – ну, этот резонатор, – дольные всякие моды, и прочее. – Есть вообще кремни, на котором все это делается, – там всякие шуми. – Это создаёт шум, который производит дефейдинг. – Это вот это вот причина. – Но, тем не менее, если мы отбегаемся на большие времена, – на рамсы, – у нас система становится чувствительной, – и она становится очень чувствительной к потоку, – который проходит через скрыт. – И там, я так понимаю, включается второй источник шума. – Это, собственно, шум этого тока, который мы пропускаем. – То, что он же у нас откуда-то подавился, – там, на самом деле, есть контакт где-то далеко, – он шумит, контакт большой. – Ну, шум, в общем, известен. – И экспериментально, вот если на этом графике – вот сдвинуться не этой, – то есть, если бы сначала сдвинуться сюда, – то там при больших временах рамсы очень быстро вытухают. – Я думаю, что основной вклад в шум – это как раз от шума тока. – А, то есть, он повышает чувствительность? – Да, повышает чувствительность, – и система ещё время большое, – и система становится очень чувствительной к… – То есть, конечно же, идеально было бы работать не здесь, – а где-нибудь вот тут. – Тогда бы мы ещё, последовательно, – на несколько порядков чувствительность повысили. – Но, на самом деле, никто тут не работает, – потому что если сюда сдвинуться, – у вас время-то два, – умирает мгновенно. – Ну, то есть, оно там на коротких временах рамсы ещё живёт, – но по факту мы даже двух шагов не можем делать дальше. – Ну, есть такое предположение, – что ток, либо какие-то там примеси в морожене на этом контакте, – который меняет контакт. – Вот, всякое. – Ну, а вот в плане метрологии до каких точностей вы зашли? – Вот, как Калиго выступал, там понятно, – вот в планах потока выжиток, – в кваде непрерывном, – не скринализировали в них до какой-нибудь… – Ну, вот на этом, – в очень хорошем кубите, – вот, где мы измеряем, – вот, у нас, в принципе, данные, – вот, заходим, – здесь нет четвёртый метр по потоку. – То есть, вот это и есть, по потоку. – Ну, это в этом кубите нет символ соток. – Да, нет символ соток. – Это вообще, как говорится, демонстрация принципа. – Да. – Вот. – Единственное, что это вообще работает, скажем. – Да, в основном, мы, понимаете, – взяли пункт с временем Т2 на собой, – 500 на секунду, – что не то, что там какое-то сетяжение, – сейчас там люди делают упаковые микросекунды – времена гигантности этого кубита. – Вот. – Плюс у нас ещё сингл-шот, – нету миликеринговского усилителя, – поэтому нам приходится делать много измерений. – Тем не менее, эта штука всё равно, – вот, если сделать там софтвер, – правильно что-то это всё, – она начинает работать. – А сингл-шотом, конечно, – в сильном напомнилочном смысле. – Ну, сингл-шотом, кстати, – занимается активно, – да, пришел. – и в этом году сделать там. – Да, пришел. – Какой-то вариант заказали там – на ближайшем производстве, – какой-то фатальный системы сами, – то есть мы надеемся, – что это в ближайшем времени будет, – и уже можно будет посильнее сделать. – А что делать? – Усилитель, который позволяет нам… – Усилитель, который позволяет нам… – Несколько каскадов усиления. – Это, которые примили келья. – Да, вот лучше усиливать сразу примили келья. – А мы усиливаем на следующем, – на температуре четырёх. – А шумы большие. – То есть для простого человека усилитель, – я понимаю, – символы шопы вообще не привозят. – Знаете, я вас спрашиваю, – я вас спрашивал насчет – ситуации с нестациональностью. – Ну вот. – Значит, у вас будет все время – частота, и она у вас фиксирована более-менее. – Ну, частота, колебания, – это уходность. – Ну, окей, да. – Вот. – Теперь у меня вопрос такой. – У вас есть ли возможность – управлять эту частоту, – ну, менять все со временем, – по троимому образу. – Или нет? – Ну, вы скажете, – что ток у вас еще нет? – Есть. – Ну, во-первых, – мы эту частоту-то, собственно, – не меняем. – Ну, так. – Но менять, – менять, – Можно. – Но для этого, – можно. – У нас есть генератор – произвольных импульсов, – и мы можем, – сейчас, – это можно сделать. – Генератор, – это просто, – частоту самовода, – не изменят. – А, – нет, – а можно прикладывать – просто, – дополнительную частоту? – Ну, – ну, – это зависит от того, – Владимир Владимирович, – чего вы хотите, – прям, дальше. – То есть, – может быть, – то и другое. – Нет, – я сейчас скажу, – что, – значит, – когда у вас, – шумит это дело, – вы шум, – в принципе, – можете управлять. – Если я правильно понял, – например, – это старая геяля, – по-моему, – здесь упоминал, – или нет, – потому что, – тогда у вас, – пункт, – который здесь, – является кубитанцем, – кубитный геяль, – если я правильно понял, – это контролочек, – да, – ну, – с нефилистатным уровнем, – он становится, – скажем так, – осциллятором с переменной чистотой. – А там мы знаем, – что управляя этой чистотой – все время, – для этого нужно – это неодиабатывательство – не было. – Вы можете уменьшать шум, – потому что, – вы реализуете, – вот вы говорили про Безенберг, – вот, – а мы знаем, – что кроме Безенберга – есть, – да, – и тогда вы можете – делать сжатое состояние – потоку, – ну, – или сжатое – напряжение. – Вот я как раз, – после, – не очень понятно, – это, – вообще, – что-то похожее – они там пытались делать, – в Италии мы не знаем, – что-то здесь можно делать, – вот, – там есть ответы на эти все, – это у нас была деятельность, – 30 лет назад. – Ну, – то есть, – что-то, – что-то возможно, – вообще, – на эту тему много работало, – вот эти, – вот эти, – походки, – физическая, – коррекция шумов, – там, – и так далее, – и так далее, – вот, – и даже, – что-то похожее, – мне, – не припоминается, – в основном, – на эту тему, – еще что-то, – но, – что-то можно, – на эту тему, – да, – интересную тему. – в общем, – это реализуется вот там, – что называется, – вот, – вот как дорожки написано, – там, – Ли-Ц, – да, – вот этот Ли-Ц, – может быть, – если умение, – делать, – зависим от, – либо Ли-Ц, – либо ль-Ц, – либо ума. – Ну, – не оно там частоту определять, – ну, – отёжно, – частоту кубитую можно. – можно. – Если это есть, то, – это нормально-то еще. – Ну, во-первых, самым проводом, который поток подает ОМОР. Другое дело, что быстро его особо не сделаешь. Ну, в общем, как ты там это делаешь? Это делается дополнительно от резоната. На самом деле, есть эффект кубита от смещения частоты резоната. А можно, наоборот, меняя параметры вот этого резоната, на самом деле, подавая на него мощность, менять пределы чуть-чуть частоты кубита. То есть, есть такая возможность. В общем, сразу этот точек можно пытаться делать. Вопрос, насколько быстро и так далее. Да, и, по-видимому, что-то на эту тему они пытались сделать. Но можно поинтересоваться специально. Ну, сделано, не сделано. Не знаю. То есть, я плохо знаю эту тему, плохо помню, что там делалось. Но спасибо, да, на вопрос. Мы обязательно интересуемся этой темой. Хорошо. Ладно, там еще есть вопросы и комментарии? Мой снять куб resignи-патру. АПЛОДИСМЕНТЫ